записываемся мы в эфире друзья день добрый добрый день добрый день дмитрий артём значит у меня есть такая идея с вами обсудить макроэкономические итоги года в режиме блиц вот что это позитив негатив вот то что ставку поднимали семи с половиной там до 15 там до 16 даже уже сейчас или или как вот артём твое мнение но мое мнение это не позитив и негатив это вынужденная мера потому что альтернативу центрального банка как сейчас видно ну просто не было мы заходили в этот год с общим мнением что будет падение ввп которая автоматом будет понижать инфляцию и центральному банку не придется предпринимать никаких мер по ключевой ставке вот а по итогам уже середина года стало понятно что ввп растет инфляция растет безработица снижается и здесь центральный банк приступил к торможению экономики и как сейчас видно определенных успехов достиг но в общем то совсем не таких масштабных как ожидалось поэтому я бы пока это смотрел смотрел на ключевую ставку не как на какой-то сверх негативный либо сверх позитивный сценарий пока рисуется на 24 год все-таки средняя ставка достаточно высокая в сочетание с достаточно высокая инфляция понятно значит нам подключается алексей примак я его уже вижу и наверное сейчас услышу потому что микрофон уже включен да я включил микрофон но я себя не вижу впервые вижу это приложение друзья всем привет ты написал скандальную статью о том что эльвира не права ну давай не будем так уж заявлять скандальную статью ну да скажем так скажи а вот я не вижу себя попробует запись у нас уже идет да да мы в эфире ты в граните ты прямо вливаешься в грани так что не надо дергать все нормально мне надо сейчас подожди как-то установить микрофон потому что это привык по-другому немножко работать это впервые а вот как вот так нормально отлично все отлично так я поставил но как на себя увидеть как как я выгляжу то не пойму не подскажешь ладно хорошо хорошо давай ладно потом разберусь это новое приложение это ты меня сюда заманил давай давай вернемся к той статье на самом деле я выразил мнение ну скажем так бизнеса или со стороны экономики потому что то что делает глава цб понятно она делает то что у нее в мандате то есть она борется с инфляцией вот собственно и все и мое мнение было простое что ставку резко начали повышать в августе ты помнишь наверное еще этого года и фактически там идет насколько нас учили раньше в институтах идет три месяца фуни три месяца прости три квартала лак когда но реально с инфляцией удастся побороться и как раз этот лак выпадает на первый квартал двадцать четвертого года и понятно какие события у нас будут в марте это этого года и как раз все должно прийти туда то есть точки зрения кто главнее политика экономика понятное дело что я признаю что политика главнее и я думаю что все будет именно в конце февраля начале марта как раз будет самая низкая инфляция будет я думаю вот этот проценте который они подняли вот сейчас он будет опущена ставка на вот этот проценте и я думаю что ну по крайней мере я бы так сделал мы сходя из того что их цели я бы не повышал запретил повышать тарифы в начале года я бы перенес на второй квартал тогда все будет идеально отличный ты человек но в тебе говорит вот этот мелкий предприниматель что у тебя хлебопекарный бизнес модные дома а ты неправильно что есть большая часть экономики большая часть и она отчетывает себя замечательно вот нет я тебе скажу что однозначно я общаюсь с большим количеством бизнесменов и достаточно больших с большими капитализациями компаний все сказали что этот лишний процент мы перенесем на себестоимость несомненно то есть это ну как бы мы сейчас по брошу что такое инфляция дали рост цен это как бы спрос и предложение соответственно мы сейчас боремся со спросом то есть я могу продолжать долго говорить давай лучше в режиме вопрос ответ да мы сейчас мы работаем в режиме пинг-понг у нас мало времени но я с тобой согласен что они издержки на потребителя конечного тут даже вопросов нет дмитрий как вы бы бы понизлили на 0 25 процентика я вообще не поднимал ее в августе до такого уровня смотрите у нас есть военно-циклический подъем если своими словами говорить и он всегда про инфляционные всегда это связано с с большими бюджетными дефицитами с разгоном перерабатывающего сектора но по большому счету с точки зрения cb скорее тут часа идет про слом парадигмы понимаете какое дело cb почему он игнорирует на самом деле реальный сектор всегда потому что он говорит что ну вы не понимаете ровно как андрей сказал что ну как мелкий предприниматель вы не понимаете глобально что происходит потом приходит предприниматель покрупнее ему говорят вы не понимаете как вообще живут крупные компании приходят крупные компании говорят что вы не понимаете мировой обстановке и так далее и тому подобное то есть дкп сейчас не ну во первых она не предполагает строго говоря учет интересов реального сектора а действует из такой старой глобалисткой повестке, которая сейчас демонтируется. А во-вторых, действительно, это сторона спроса, а не сторона предложения. У нас инфляция вызвана, будет тарифами, удорожанием логистики и прочим-прочим. И ставка это исправить в принципе невозможно. Поэтому ставку, ну, понизит, понизит, повысит, повысит. Бизнес потихоньку отвязывается от ставки. Это видно и по ФСЗ, собственно, рынку. Ну, это государство, правда, не бизнес. Но все равно госбизнес, да? И госпредприятия. И по всяким льготным программам, по промо-ипотеке, например, той же, которая, собственно говоря, все равно она будет 5%, там независимо, какая ставка. Просто государство там возьмет на себе разницу. Поэтому ДКП у нас становится вещей в себе, ну, и будет вещей в себе, она будет влиять уже там не на 80% бизнеса, а, допустим, на 30 или на 50. Да, да, да. Вот такой трагический момент. Кто-то вынужден пояса затянуть, а эффекционные ожидания наследия растут. А можно пинг-понг, мячик на мою сторону, Андрей? Давай, начинай. Ну, во-первых, я приветствую Дмитрия. Я не знал, что он здесь с нами в эфире. И... А у нас рекламу можно говорить в эфире, Андрей? Конечно. И я хочу вообще Дмитрия поблагодарить за его телеграм-канал. Это единственный телеграм-канал, который я с удовольствием читаю. Ну, ты, наверное, знаешь, что у меня свое мнение по всем вопросам есть. Но единственный телеграм-канал, который я нашел, который по фикс-тинкам, который по облигациям, по процентным ставкам, который я с удовольствием читаю. И там есть свое мнение, не какой-нибудь там блогер или инфа, сейчас говорят барон, опасно называть другое слово. Дмитрий, мой респект вашему телеграм-каналу. Единственный... Значит, ты у меня в закрепах. Ну, то есть, у меня есть всего пять каналов, которые я читаю, и ты туда входишь. Спасибо большое. Спасибо вам. Считайте дальше. Мы сейчас еще что-нибудь напишем. Отлично. Вот по поводу 0.25, Андрей. Я имел в виду, что... Понятно, что 0.25 роли не делает. Я имел в виду, что было бы здорово дать сигнал рынку, что с инфляцией мы поборолись, что теперь дальше все будет хорошо, дальше нас ждет как некое плато, и мы будем смотреть на цифры, и дальше будем понижать. Это с точки зрения пользы для экономики, я думаю, это была бы польза. Ну, может быть, Дмитрий со мной не согласится, подискутирует. А слушай, а вот так вот такой вот... И давай я подискутирую, мистер Дмитрий, с Артемом Сергеевичем. А вот ты не думаешь о такой момент, что есть у тебя нетушитель, и когда вот разрядишь его полностью, чем ты будешь пожар, собственно, тушить? Ну, применительно к ключевой ставке, действительно, ну, по сути, мы разрядили огнетушитель, потому что куда дальше повышать в борьбе с инфляцией? Что делать? Ну, есть отличный подход, сгорел сарай, горе и хата, то есть мы всегда можем перейти в режим высокой инфляции в сочетании с высоким ростом ВВП. И вот последняя новость, которую я сейчас обдумываю по поводу 80 проектов с КНР на 20 триллионов рублей, это ни много ни мало, больше 50% расходов федерального бюджета на 2024 год, дополнительно приходят, видимо, как-то в нашу экономику, в экономику КНР, и, ну, очевидно, будут вызывать рост ВВП, и крайне маловероятно, что они вызовут рост инфляции. Поэтому, возможно, мы сейчас приходим в некий факт, что инфляция высокая с нами надолго, ключевая ставка высокая с нами надолго. Впрочем, всем будет все равно, потому что у всех есть работа, и у юрлиц, и у физлиц, и, в общем-то, будем жить в период высоких ставок. Мне, как бондовику, ну, это крайне не нравится. С другой стороны, пока заказы есть, экономика работает, маржа получается, какое-то время это будет работать. Тут я с Дмитрием немного поспорю насчет того, что экономика отвязалась от ключевой. Но трудно отвязаться, когда у нас, по-моему, 70% корпоративных кредитов привязаны к ключевой. Корпораты полгода жили с высокой ставкой, видимо, еще полгода будут жить, и у нас накопится 12 месяцев уже высоких расходов по кредитам, которые негативно повлияют на их балансы уже корпоратов. Мы уже видим эффект такого рода в Сегеже и в МВидео, ну, дальше будем видеть все больше, больше, больше. И коэффициент покрытия процентов, растворение EBIT в процентах только будет нарастать. Поэтому сказать, что мы будем жить как-то хорошо, я не могу, но, видимо, жить будем. Можно вопрос Артему? Да. Артем, а вот ты говоришь, что процентные ставки для корпоратов привязаны к ключевой. Что ты имеешь в виду? Вот эти как истории, когда ставка выросла, и у тебя кредит вырос? Насколько я знаю, никакой привязки нет. Ты кредит получил, никаких вот этих EBOR плюс 2, там, ключ плюс 3, я не слышал в реальном бизнесе такого. Откуда статистика 80% привязки кредитов к ставке? Вот я могу сказать, что все юрлицы, с кем общаюсь, они говорят, что, в общем-то, других ставок им сейчас и не предлагают банкиры. Но это если ты новый берешь. А если у тебя ты получил ставку, там, в июне? В июне это хорошо. Но у нас, как бы, кредиты годовые, часто, да, ролируются. Я говорю про 70%, это то, что последнее слышал. То есть, это постепенно нарастала привязка кредитов к ключевой ставке, там, 40, 50, 60. Ну, на фоне роста ключевой стали выдавать, по сути, только кредиты, привязанные к ключевой. И это же касается, на самом деле, и облигаций. То есть, даже крупные корпораты стали переходить на флоутеры. А что это такое? Это опять привязка к ключевой ставке. Ну, помимо уже нашего Минфина, который тоже так ни много, ни мало, по-моему, 40% новых выпусков облигаций тоже привязал к ключевой. То есть, я это имею в виду. И я только порадуюсь за те компании, которые сейчас в фиксах. И действительно, есть еще льготные кредиты. То есть, часть компании у нас наслаждается какими-то низкими ставками. Но если говорить про экономику в целом, ну, окей, заказчик с дешевым кредитом, а подрядчик будет с дорогим. То есть, это все равно какая-то нездоровая история. Понятно. Спасибо большое. Нужно, Дмитрий. Ну, смотрите, Артем совершенно прав. Это в любой кризис так и происходит. Но тут надо понимать две вещи. Что когда кредит-то тоже бесконтрольно расти не может, как только у вас появляется ситуация, что кредит дороже, чем собственный капитал, все просто идут на IPO. Ну, или на какие-то нерыночные размещения. И второй момент, как раз вот когда подрядчик с высокой, а заказчик с низкой, то, скорее всего, подрядчик просто поглотят. И, соответственно, это вызовет и переспределение капиталов, и много всяких, как Андрей говорит, шурум-бурумов. Конкурентная борьба. Ну, да. То есть, поэтому у нас, собственно, и вот эта прелюдия, она, безусловно, ведет к тому, что на рынке будет все меняться. Будут IPO новые, будут какие-то поглощения. Опять же, MVideo, Sigeo, ну, докапитализуют их, или они пройдут через очищение рестрактом. Но все равно это будет какое-то изменение. Собственно, у нас то же самое было в 15-16 году. Всем было страшно, но потом все было нормально. Друзья, не очень много у нас времени. Совсем, можно сказать, мало. Поэтому... Три момента. Можно я скажу Андрею еще как бы в ответ? Пинг-пунг, говори. Пинг-пунг. Да, в ответ на коллег. Ну, во-первых, действительно, зеленая улица предпринимательства есть, особенно ты, производитель. Вот как вот у меня сзади зеленый фон в моей студии. Тебе готовы давать любую помощь, подключать электроэнергию по льготе, давать промышленную ипотеку 5 годовых, лизинг 5 годовых. Я побывал в регионах, я был в Татарстане, я был на юге России. Прям зеленая улица. Никогда такого не было, чтобы я зашел и с замминистра по экономике Ростовской области общался. Надо это, скажите, что вам нужно, только приходите к нам, давайте делать. Но при этом ставка у меня 20 годовых, кредитная линия под оборотку. Отвечая на вопрос, на комментарии Дмитрия, что все пойдут на IPO, я общаюсь со многими людьми, и раньше общался, ты помнишь, Андрей, мы там IPO делали еще в Атоне, и был классический пример Тинькова, когда к нам приходил Тиньков, и мы его тогда с лзы уговаривали, давай мы тебе IPO сделаем. Он говорит, парни, вы не понимаете, мне не надо IPO, хочу занять денег. Да то что, ставка тогда как раз была 20, это я точно помню. Он мог разместиться только под 20, это очень дорого. Он говорит, нет, я расту на 60, мне наплевать на IPO, я не хочу на такой растущей компании делиться долей, пока я бурно расту, это был еще его пивной бизнес, удваиваюсь каждый год. Вот когда я вырасту, выйду на плато, вот там я сделаю IPO. А сейчас зачем мне делиться дешево с вами долей? Я лучше займу, мне наплевать, что на 20. Поэтому только инсайдер внутри знает, что ему лучше, IPO или занимать. И поэтому, если IPO, это повод задуматься для инвесторов в IPO, когда собственник, когда инсайдер знает, что сейчас лучше IPO, ну, значит, что-то не так. Ну, могут быть случаи, когда это норма. Ну, типа Астра или когда бизнес делает маленький плейсмент, дает, ну, там, не знаю, 3, 5, 7 максимум процентов размещает, дает людям заработать, но он им дает вот этот маленький фрифлоут заработать, чтобы там на отрезке несколько лет показать, как я выполняю все, расту, обещания выполняю, чтобы потом выйти на СПО, и вот там уже большой объем денег занять, показав, как я расту. Все. Извини, Андрей. Так, ну, я тоже с Дмитрием позволю себе не согласиться, но в каком ключе? Для меня рост числа IPO, слияние и поглощение выглядит каким-то, ну, сверх положительным сценарием, когда вот переложили все проблемы бизнеса на плечи ритейл-инвестора, который с удовольствием профинансировал дальнейший рост вместо кредитования через капитал. Ну, я бы, конечно, очень хотел на это надеяться, но что-то меня останавливает. То есть, вала IPO-то нет, но у нас как бы одно-два в месяц, это вот сейчас такой рекорд. Вот, ну, даже если мы будем делать пять в месяц всем рынком, это, ну, 60 компаний в год выйдет на Мосбиржу. А сколько у нас бизнесов в России? То есть, это же, ну, по сути, несравнимые цифры. Что они делают? Основной источник денег у нас сейчас – это банковский сектор, а там все привязано к ключу, и что? Ну, в лучшем случае вот слияние поглощения непубличное могут как-то спасать ситуацию. Я допускаю, у нас же очень сейчас бурный 22-23 год. Все фонды, все спецы по слияниям поглощениям, я так понимаю, не спят круглые сутки, только работают. Ну, сейчас какой-то бум слияния поглощений, уходят иностранцы, зарабатываются капиталы, и дальше эти капиталы надо будет дальше осваивать, пойдут уже по хорошим компаниям российским, но это если звезды совпадут. Поэтому я бы… Почему-то у меня не рисуется сверхположительный сценарий на 2024 год. Так, друзья, давайте финишировать. Устами Примака начнем, Алексеев, финишировать уже. Я предлагаю сделать специальный такой новогодний, если вы не против, стримчик такими, где будем крупными мазками рисовать прогнозы на следующий год. А сейчас очень коротко. Скажите, какая будет инфляция, какой курс доллара, и что будет с инфляцией через год? Ну, вот кто у нас самый такой вот? Алексей Примак, боевой сегодня. Да, легко. Я думаю, что в первом квартале ничего не будет, плюс-минус с курсом ничего не будет. Инфляция к концу квартала начнет падать, и мы увидим к концу года ставки условно 13-14, ключ я имею в виду, и, соответственно, ставки еще ниже. Я не вижу ничего интересного в целом в рынке акций, но только какие-то отдельные истории, которые будут стрелять. и впервые в жизни, ну, как в жизни, я имею в виду, за последние годы я обратил внимание на облигации, мне стало интересно. У меня много лет не было облигаций вообще. Я вообще не видел смысла инвестировать там в долларах под один, а тут там под четыре, там не помню, какие были ставки. При этом ты несешь риск банкротства, ну, там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть и коротко такой прогноз. Понятно. Так, Дмитрий, поскольку Алексей сделал тебе респект твоему каналу, то вы обязаны просто договориться о точном времени проведения этого марафона. Ну, давай, 3 января 17.00 его устроит. Никто же не знает, чем закончится Новый год, поэтому. Да. Маленький прогноз в формате Блиц. Я тут случайно дал такой прогноз уже, а поскольку это выйдет в печатном виде, то придется ему соответствовать. То есть, судя по тому, что тарифы поднимут, инфляция по году будет реальная 15, Росстат нарисует нам 6-7, соответственно, курс доллара чуть припадет, будет там средний, наверное, около 80-85, но средний по году. В конце года, я думаю, что он где-то как раз ниже 80-80, чуть может уйти, если нефть подрастет. А рынок, поскольку доллар его прибьет слегка, ну, скажем так, дешевеющий, он тоже вырастет там в меру инфляции. И у нас получится такой нулевой вариант, что суетились-суетились, а получилось то же самое, как в реальном выражении дипо у вас на сегодня было, но так оно через год и останется. Если вы, конечно, не купили УВК. Понятно. Ну, Артем, тебе полезно финишировать, так сказать, поставить верную точку в нашем... Ну, видишь, я такой как-то негативист сегодня, не знаю почему. Думаю, что инфляция даже официально будет в районе 10, ключ, ну, наверное, будет понижать, но это 13-14. Что касается рынка, ну, видимо, акций, да, боковик, действительно, мне кажется, это наиболее вероятный сценарий. И боковик может быть даже на несколько лет, если не произойдет чего-то нового. Вот. К сожалению, ну, мы зависим от нефти. Да, завтра нефть падет, и какой там боковик будет падение. Завтра новая волна каких-то мировых точек напряжения, у нас экспертные товары подрастут, и мы будем еще и расти. Поэтому, конечно, предсказывать сложно, пока вот из текущего видится высокая инфляция, высокоключевая и боковик. Можно, Андрей, я добавлю негатива тоже, а то я самый позитивный оказался здесь. Давай, лей. Я бы добавил негатива. Как-то все очень забыли, что произошло во время пандемии, во время ковида, когда все встало, товары перестали вот эти, когда была проблема с перевозками, проблема со связями, и все встало, и поэтому рынок-то дарухнул американский на 20%, если ты помнишь, весной, но его залили деньгами, и он там раскочегарился и ушел. Сейчас очень похожая ситуация. Были проблемы с Панамским каналом, он там засох, а сейчас через Суэц мало кто плывет, потому что там хуситы дроны запускают, и никакой авианосец не может с ними побороться, и теперь они поплыли через Африку. Это сильное удорожание, тоже разрыв цепочек, и есть один индекс, за которым бы я бы понаблюдал, всем бы посоветовал, он называется, он называется Болтик... Болтик Грай Индекс. Как он называется там, напомню? Болтик Грай Индекс. ДБА или как там, он не помню, но и называется. Я бы за ним сильно наблюдал, потому что он опережающий индикатор, он в прошлый раз перед пандемией, он рухнул там чуть ли не на 80-90%, и сейчас он упал. И это единственный фактор, который может затолкать все вниз, я имею в виду в плане мировой экономики, акции и прочее, прочее, но для нефти это круто. И еще фишка золота. Там и технически рисуется пробой вот этого уровня 2.100, если пробьет, там ступенька, и золото наконец-то улетит по итогам года, следующего туда, в 2.400, в 2.500, и я бы вот золотишко в портфель добавил. Алексей, давай в следующем году начнем общение, такой же марафон с того, что посмотрим эти кадры и посмеемся. Да, давай, 3 января нормально, как бы не отметили мы Новый год, до 3-го мы что-то идем, я думаю, Дмитрий и Андрей. Я думаю, что нужно в конце декабря на ребят назначить чего-то. Давай прогнозы дадим, да, нормальная традиция, каждый дает прогноз, а потом через год опять собираемся и посмеемся над нашими прогнозами. Да, да, да. Все, ребят, спасибо большое, спасибо зрителям, если вам нравится наш новый формат, ставьте пальчики вверх, мы от вас ждем. Все ссылочки в описании, всем спасибо за прийти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова